Символом по восточному календарю в 2023 году станет кролик. Традиция выбора талисмана для города зародилась в Бресте еще в 2020 году. Именно тогда впервые был представлен бычок по кличке Снежок. Такую чудесную традицию власти города над Бугом решили продолжить, а потому провели конкурс на выбор талисмана 2023 года. В городе Бресте к его выбору решили подготовиться серьезно. Устроили голосование. Брещане прислали более 300 фото домашних питомцев. Затем были отобраны 10 финалистов. И из них путем онлайн-голосования выбрали победителя. И вот у города Бреста появился живой талисман. Символ наступающего года. Кролик по кличке Тузик. 2023 год, год кролика, соответственно, понимая тот факт, что во многих семьях, где растут детишки, для более комфортной и уютной атмосферы у людей есть кролики. И вы знаете, на самом деле, количество отозвавшихся хозяев кроликов, оно нас тоже удивило. И выбирая талисман города Бреста, брестского кролика на 2023 год, мы было принято решение провести такую небольшую акцию и определить кролика 2023 года, который будет талисманом нашего города. Более 4 тысяч голосов набрал победитель кролик, но у него была определенная конкуренция. Вообще, в целом, более 11 тысяч человек приняли участие в голосовании, что говорит о такой активном участии наших жителей, наших детей в данном конкурсе. Тузик, Робин, Степан, Капучинка, Лола, Тимофей, Боня, Кузя, Топчик и Шарлот. Вот те самые имена 10 финалистов конкурса, претендующих на талисман города Бреста, которые последние несколько дней у всех брещан были на слуху. Все они сегодня собрались в конференц-зале горисполкома, который на какой-то час превратился в специализированный зооуголок. Друзья, знакомые нам показали, что проводится подобный конкурс, и мы с мамой решили отправить заявку. Мы сфотографировали нашего кролика, рассказали немного о нем, и скорее это была заявка не на победу, а больше на участие, на то, чтобы показать нашего кролика. Стараемся активничать, вот, поэтому наша директор решила принять такое решение и поучаствовать. Очень интересно. Талисман Бреста Тузик два года назад поселился в семье Нахайчук, но он необычный кролик, а львиноголовый. Тузик ухоженный, как наша набережная, гордый и непоколебимый, как крепость, нежный и приятный на момент объятий и оставляет после себя только чувство уюта, сравнимое с прогулками по улице Советская и Гоголя. Так представили Тузика хозяева. Тузику 23 декабря будет два года, он у нас тоже находится около двух лет. Вот в феврале нам его привезли маршрутка из Минска, из питомника, и, скажем так, с первого дня он стал нашим любимцем в семье. Я на телеграм-канал мэра нашего города подписан довольно-таки давно, читаю регулярно новости и увидели ссылку на, скажем так, этот конкурс. Мы предложили дочке, дочка говорит, да, я хочу, чтобы в нашей семье был талисман города. Мы разместили заявку, вместе с семьей согласовали текст, который отправили, почему именно наш Тузик должен стать талисманом. И отправили и забыли. Ничего удивленного не было, потому что мы знали, что он выиграет. Занявшему второе место кролику Робину совсем чуть-чуть не хватило до победы. По этому поводу он точно не расстраивается. Сейчас в семье другие хлопоты. У хозяев 16 декабря состоится свадьба. Мы решили принять участие в погоне за таким почетным титулом символ города Бреста, потому что достаточно, вот наш кролик такой хорошенький, ласковый, красивый. Ну и мы тоже подумали, что он сможет принести удачу нашему любимому городу Бресту. У нас завтра свадьба. Естественно, мы ее планировали заранее, но не знали, что это совпадет с чествованием как кроликов, так и открытие главной елки города Бреста. Поэтому мы очень вдвойне этому рады, вдвойне рады, что вот так вот легли карты. Я голосовал честно за Робина. То есть Тузик он такой, немножко такой африканец такой, а это такое наше славянское родное. Победителям конкурса были вручены сертификаты на годовой запас комбикорма, а пушистым участникам конкурса подарки в виде морковки, чтобы они были здоровыми и крепкими. Владельцы питомцев также получили сладкие презенты к Новому году. Продолжение следует...